Трудностей у меня нет, наверное, потому что я привыкла уже к этому. Нарезать овощи, написать текст, пришить пуговицу одной левой Марина справляется с любой работой. И вопрос, ты что левша, который обычно задает практически каждый новый знакомый, ее уже не удивляет. Лишь однажды из-за этой особенности не сбылась ее детская мечта – играть на скрипке. Прошла все свои испытания, которые там были для меня, то есть какие-то тесты, все прошла. А потом, когда они совершенно случайно узнали, что я левша, они от меня вот так вот отказались. И моей маме так втиху и сказали, простите, мы не можем взять вашу дочь, так как она левша, нам будет тяжело ее научить. Примерно о том же потом сказали в художественной школе, потому идти пришлось на танцы. Впрочем, об этом Марина тоже не жалеет. Ведущая левая рука ей уже привычно, как и примерно еще 15% землян. По статистике сейчас каждый седьмой житель планеты левша. Именно те, кто пользуются непривычно для остального мира рукой, и придумали этот праздник. По одной из версий, его утвердили в США в 80-м году, после множества митингов в защиту полицейского, уволенного за ношение кобуры на левом боку. Кстати, праворуким людям этот день советуют начать с какого-либо действия, выполненного неудобной рукой. Например, размешать утренний кофе левой рукой, почистить зубы с помощью левой руки, или, придя на работу, если вы работаете в офисе, взять мышку в левую руку и попытаться провести так целые сутки. Основатели праздника полагают, что после этого вы никогда не будете хотеть переучить левшу. Нет, ну я левой рукой пишу плохо, потому что меня переучили в свое время. Но я могу писать этот, право, естественно, я вам напишу лучше. Не твердо, коряво, но разборчиво. Управлять мышкой есть Александра и вовсе может и правой, и левой. В ее детстве следили только за тем, чтобы карандаш ребенок держал в правильной руке. Мне кажется, в советское время это было принято, само собой. В школе не было левшей. Их сразу переучили, там полотенцем руку привязывали. Для того, чтобы это... Это потом мы узнали, что это к заиканию ведет и все остальное. И если не к заиканию, то к стрессу совершенно точно. Пытаться успеть сделать задание непривычной рукой наравне со сверстниками – задачка не из легких. Потому родителям, настойчиво перекладывающим карандаш, медики советуют не торопиться с такими решениями. Если ребенок проявляет очевидную ориентацию на использование левой руки, чаще всего на это обращают внимание, потому что это внешнее проявление. В раннем возрасте делает это уверенно, самостоятельно, ловко, в то время как другая рука такими качествами не обладает, то, конечно, ребенка переучивать не полезно. А к школьному возрасту и вовсе уже поздно привычка становится автоматической, а избавление от нее болезненным. Потому для родителей маленьких левшей медики дают такой совет, как можно раньше попасть на прием к врачу-неэропсихологу и помочь ребенку адаптироваться в праворуком мире. А тем, кто сомневается, советую взглянуть на список известных левшей. То, что эти люди обладают повышенными творческими способностями и склонны к креативу – уже научно доказанный факт. Людмила Малинина, Игорь Трифонов. Новости Вологды. Новости Вологды. Новости Вологды. Новости Вологды. Продолжение следует...